2021 год был богат на коррупционные скандалы. Некоторые из них подошли к логическому завершению. На расследование других понадобится еще не один год. Завершилась эпопея с громким делом, фигурантом которого стал бывший министр финансов РТ и экс-руководитель Татфонбанка Роберт Мусин. Его обвиняли в растрате 56 миллиардов рублей, но в итоге из этой суммы исключили 20 миллиардов. Преступления банкира в основном связаны с выдачей незаконных кредитов организации, бенефициаром которых являлся он сам. Мусина приговорили к 12 годам колонии и взяли под стражу прямо в зале суда. Срок заключения зачтется то время, которое Мусин провел в СИЗО и под домашним арестом. Это означает, что в тюрьме ему остается сидеть около 7 лет, не считая возможности выхода по УДО. Одним, если не самым громким финансовым преступлением 2021 года стал крах финансовой пирамиды Финика. В состав ее учредителей входил Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы, а также Зигмунт Зигмунтович. Финика привлекала клиентов обещанием быстрого заработка на криптовалюте с небывалой доходностью выше 30%. В итоге компания заработала по предварительным подсчетам около 7 миллиардов рублей, а количество пострадавших вкладчиков до сих пор не установлено. Доронина арестовали, как и его личного помощника Ильгиза Шакирова. Также под стражей еще двое топ-лидеров компании. Десятая звезда Лилия Нуреева и Дина Габдулина, достигшая в Финика статуса вице-президента. Сейчас все фигуранты находятся в Москве, где расследуется дело. А вот остальные учредители сбежали, вывезли со счета все деньги вкладчиков. Они до сих пор в международном розыске. Я принял решение, которое, как мне казалось, позволит в наилучшей степени обеспечить энергетическую безопасность базируемую эксплуатацию завода. Экс-руководитель Переволожского управления Ростехнадзора Борис Петров обвинялся в получении взятки почти полтора миллиона рублей, препятствованию предпринимательской деятельности и злоупотреблению должностными полномочиями. Взятку из его дела исключили, а дело рассматривали в особом порядке. В таком случае ему полагалось наказание, не превышающее 2 трети от максимально возможного. Итоговое решение суда. Штраф в размере 70 тысяч рублей, хотя прокуратура запрашивала 2,5 года в колонии и поселении. Более того, Петрову сделали скидку в 10 тысяч рублей, так как он пару месяцев был под домашним арестом. Итого 60 тысяч рублей штрафа вместо реального срока. Павел Шацких – известная в Казани личность. Он обвиняется в хищении 466 миллионов рублей, выделенных на государственный оборонный заказ. Рассмотрение дела по существу еще не начато. Известно, что ОАО «Электроприбор» под руководством Шацких получило госзаказ от Министерства обороны на изготовление части оборудования для беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Ну а дальше Шацких, по версии средствия, привлек к производству еще одно юрлицо и закупал у него запчасти по завышенной цене. Шацких из СИЗО перевели под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Отойдите. Быстро, отожди. 43-летний руководитель регионального отделения фонда социального страхования Павел Лоханов попался во время получения взятки. Меченные 2 за 4 миллиона рублей, которые Лоханов по версии средствия попросил у предпринимателя за улаживание его вопроса, передавались в машине руководителя. Оперативники не успели быстро окружить «Инфинити», и Лоханов, немного проехав, сбросил пакет на улице Тецовской, так что изъятие взятки произошло уже за пределами автомобиля. Павел Лоханов вину не признает, но обвинение не исключает, что он причастен и к другим аналогичным схемам. Сейчас я от следствий от Крылова не собираюсь, а в своих сотрудниках, естественно, Таиду и буду. Награво Таиду я тоже не буду, все материалы, мы пригласили. Считаем, что приключительно подправил, в основном показании у нас свидетеля, тем более, что он был богосовестный исполнитель, и вообще его всех отношениях. Что там говорится, что он был обнаружен пакет, я не стоил, а что он был. И показания, что это слов Детянкин по большому счету. Который, соответственно, потратил на обозрение. Спасибо.